всем привет на канале унб так сегодня будет интересное видео еще не сами не знают вот развитие второй раз такая фигня но первый раз мы там все поступила от подписчика информация что сергей в посаде в одном из магазинов амали продается материал он бы но как вы знаете у нас нету не договоров ничего ни с кем мы не работаем с дилерами потому что работа с дилерами это прямая дорога поделка именно поэтому мы сейчас едем выяснять что за фигня откуда вам материал у ребят появился день его взяли потому что тот район материал не продавать если у них товарная накладная и они взяли происхождение этого товара сейчас мы будем выяснить ну а что дальше с ними делать вообще по статье там 180 по моему это во первых там штраф нефилый во вторых это срок от 3 до 6 лет зависимости от части ну а как вы понимаете что торговлю в магазине это не один участник это групповое по предварительному сговору так что сейчас выясним не знаю кто там может быть это ошибочно кто-то там да решил попробовать просто законов но незнание законов не освобождает от ответственности и как вы понимаете вот время 6 часов мы 650 уже выехали мы в 6 пока помыли машину и группа быстрого реагирования выехал со смоленска сергей масса расстояние не сильно маленькая 480 километров но то есть мы быстро реагируем несмотря на то что с понедельника уже у дядя Олежа обучение вот какая красота уже выделяли же обучение и приедет группа на обучение и в принципе то мне это ну не совсем удобно вот так вот выезжать но дядя Олежа свою репутацию бережет и хочет разобраться с этим делом по крайней мере пресечь такие варианты чтобы другим потом было неповадно и понимали у дядя Олежа полмиллиона подписчиков да несмотря на то что там просмотры может не такие большие но в каждом городе есть хоть один хоть два есть подписчиков поэтому любые продукты где-то в магазине продавать нашу продукцию перекупа без нашего разрешения этого не получится лучше все сразу мы сделали контрольную закупку сразу сохранили чеки но я человека попросил все это отфотографировали сейчас сфотографируем и снимем в магазине ситуацию во первых пообщаемся больше не знаем что там почему да и после чего уже если разговор пойдет не в правильное русло передадим это все юристам и юристы будут этим заниматься так что ребята если вы покупаете продукцию НБ покупайте ее только на сайте автоспектор и если в Беларуси то у юристы все больше ни у кого вы продукцию оригинальной взять не можете то есть если вы купили в магазине то будьте уверены это подделка ну если где-то в своем городе когда у нас будут открываться свои точки будут свои дилеры тогда мы вас обязательно об этом обвести и будет список будет карта наших магазинов но на сегодня мы не работаем по дороге вот такое чудо тут есть валу кафе в Вязьме где он там валу давай накладной материал у него покажите пожалуйста закупочная таким образом она к вам попала меня вы наверно знаете я владелец так вчера произвели мы закупку документы все есть пожалуйста патент партия вчера которую купили срок видите от 3 до 6 лет штраф 5 миллионов закупка куплена в вашем магазине ветерина так что ну в его интересах мы сейчас со Смоленска приехали преодолели расстояние звоните ему пусть здесь будет будем решать вопрос как он решится на ней это не шуточное дело не разрешение товарной накладной у вас скорее всего нету потому что у вас нету у нас вы не покупали я понимаю у вас не покупали я могу хорошо на каком основании где вы его вообще взяли вот я пытаюсь вам сказать что вы делаете ну вот говорите как есть потому что об этом все равно спрос я понимаю а вот наш подписчик Сергей ты же в чате тоже да? да так точно бестселлер Сергею от ОНБ никогда не сдавайся и не бойся делать ошибок опыт сын ошибок трудный почитай впечатления свои напишешь обязательно поделись вот так что сейчас мы нахлобучим вот ребята из-за не знаю какой то вот такой мизерной выгоды понимаешь срок до 6 лет да ладно мы сейчас тут решим вопрос свои и ну как бы это разрулится но я думаю больше ни у кого не будет вот такого вот желания понимаете люди сейчас чуть ну 6 лет срок нету ни документов ни хера так ну ребята ситуация пресечена то есть вот поговорил с человеком чтобы его не показывать лицо как бы вопрос решен такого больше повторяться не будет я так понял да и вам да голоса да да так и я думаю у вас тоже больше не возникнет желания такой кухни заниматься а тем ребята кто подумает вот такой вот шляпой заняться подумайте то есть я тебе объяснил насколько это серьезно ты уже понял правильно ничего хорошего ничего хорошего да и чем это могло обернуться если бы мы не решили вам правильно неприятностями конечно это не неприятность это реальные сроки так что ребята в каждом городе есть свой подписчик не рискуйте пожалуйста и так вот мы реагируем быстро как только нам поступил сигнал через двенадцать часов так что как то так ребята прежде чем что то сделать сто раз подумайте здесь получилось так что человек просто смог просто смог компенсировать не у каждого есть такая подушка запаса чтобы компенсировать по крайней мере сам факт да ну и материала у него было немного по сути там получилось получилось не хочу рассказывать как что там получилось конечно это очень глупо с его стороны то есть сам факт а такое можно сказать мелочные это не масштабные какие-то так как человек разобрался с нами меня это устроило но я уверяю вас это любые попытки как-то не санкционировано где-то наладить продажу материалов ОНБ а тем более если это не материалы какой-то фальсификат блин ребят думайте смотрите изучайте кодекс это очень серьезная штука я уже не говорю что это там можно ухудшенную выгоду накрутить там это миллионы не пять и не десять это десятки миллионов то есть вы понесете ущерб будете возмещать ну и плюс ко всему еще это шесть лет срок причем срок это реальный а не условно так что прежде чем вот такой фигней заниматься подумайте много раз подумайте ну а всех подписчиков предупреждаю что именно так мы защищаемся от подделок нашу продукцию нельзя купить ни в каком магазине кроме автоспектра и у Юры в Беларуси поэтому вот говорят как защитить а вот так и защитить то есть если вы берете в магазине автоспектр то продукция стоп в доллар оригинально а такие вот да такие случаи будут и такие случаи мы пресекали уже не раз потому что и в Минске были продажи мы пресекли мы наказали людей да просто вот ну вот сейчас времени просто не было этим заниматься и Ира меня приостановила то есть не захотела эту ВПП подавать там на самом деле очень много зачет ну то есть это не одно нарушение их там просто масса поэтому думайте думайте ну а остальные кто такой фигней не занимается будьте уверены что вы будете всегда с качественным товаром потому что дед Олежа отслеживает эти варианты и пресекает сразу следующее еще кто попадется вот я обещаю ребята уже такого спуска не даст уже это будет серьезно да ну а ну а ну а ну а ну а а не